Все, что вы сейчас будете видеть в Перу, это, возможно, самые первые и самые древние пирамиды в мире. Они еще не имели правильной геометрической формы, просто гору обволаковали полигональные кладки. Вот, и ступени, которые вели наверх, и когда есть такие гигантские ступени и полигональная кладка, это означало только одно, что наверху находятся какие-то удивительные сооружения, которые на данный момент условно можно назвать храмами, да, условно. На самом деле это даже не храмы, мы не знаем точно, что это такое, но вам необходимо это самим попробовать, мы войдем даже вовнутрь, и я покажу, как работает звук в этих храмах. Они были все покрыты золотом раньше, почему и были удивлены испанцы, которые пришли сюда в 1532 году, они, увидев сверху Пуску, они просто обалдели, видимо, потому что стены зданий в полигональной кладке были покрыты золотом. У одних было золото, у других зданий было серебро. Часть этих покрытий, они напоминают как сусарное золото, тонкие-тонкие пластины, можно увидеть до сих пор в музее золота в Лиме, знаменитый музей золота. Там висят, как ковер такие, пластины серебряные и золотые. Эти покрытия обозначали только одно, значит, серебро это символизирует Луну, и Луна это женская энергия, а золото это символизирует Солнце, и это мужская энергия. Соответственно, храмы каким-то образом делились на вот эти вот эзотерические, скажем так, понятия. Соответственно, эта цивилизация, которая строила это все, связана с пониманием разделения энергии внутри человека. Эта видимость будет вам понятна, когда мы будем присутствовать там. Я подробно расскажу, я покажу остатки полигональной кладки, которая покрывала всю эту гору, сверху доник. Можно представить себе, какие гигантские размеры занимали эти постройки. Самое удивительное во всем этом, что любая такая постройка, она требовала огромного количества, если это строилось для жилья, это одно дело. Но там нет жилья, и вот это все, весь этот массив этих камней, он невообразим, потому что мы не понимаем для чего. Вот это пустота заходит. То есть наша цивилизация не понимает, для чего строила та цивилизация. Если это не жилье, не храм, то что это? Почему в таком количестве они использовали камень, самый сложный для постройки? Часто это был диорит, гранит, андезит, базальт. Самые крепкие и самые трудные для обработки камней. Я обошел в ступени. Частично полигональка сохранилась на метрах на ступени. Большинство заменено. Вот там тоже, смотрите, отсюда хорошо видно, вон все ступени. Валяются еще камни какие-то брошенные, это именно, вон они, прямо на ступени, огромные камни валяются. Это все принадлежавшие полигональные кладки. Поскольку реставрационная работа ведется, как я сказал, 80 лет, вы можете представить, что они тут сделали. Здесь еще неплохо сделали, в Валерии все испортили, они неправильно туда же камни положили. Вот, теперь смотрите внимательно. Там действительно были постройки, были постройки когда-то из полигоналки. От них там ничего не осталось. Нас эта часть не будет по этой причине не перешать. Мы пройдем через нее насквозь и выйдем туда, где совершенная полигоналка осталась. Теперь смотрите еще одна вещь интересная. Видно вам вдоль вот этих гигантских ступеней идет стена зеленоватого цвета. Это чистая полигоналка. Их было две стены, коридор из двух стен. И он огибал всю гору вот так вот, по всему периметру. Если было две стены, то сезон дождей, представляете, там бы шел поток воды. И это было не то. Значит, у этих стен был потолок. Для чего? Я нашел остатки второй стены. Там ниже спускаясь, можно было их обнаружить. Сейчас запрещено ходить по этой стороне, потому что там был обвал, погибли люди. Вот три года назад случилось. Вот, мы пойдем по другой стороне, там где разрешено. И мы идем дальше. Есть сильные такие предположения, что это та же самая ситуация, которая в Тибете, где монахи уходят в глубокое самадхи. То есть погружение в полное сознание, застывание в позе лотоса и уход и обитание где-то в других мирах при живом теле. Так же, как сейчас и Тигелов в Бурятии, да, там где у него храм создали уже. Вот. Это традиции утеряны здесь и в Египте уже были утеряны. И не зная о том, как это работает, просто мумифицировали тела. Вот. А на самом деле подоплека всего этого, что когда-то были знания о великой самадхи, уход в самадхи, погружение в свое сознание. Тело обернуло, что-то что-то там. Ага. То есть можно сказать, что предположить, что инки, они в принципе выходы из, может, из Тибета. Да. Их легенды о появлении инков есть несколько легенд. Все они сходятся в одном, принципиально главном. Что отец их, бог Солнца, он породил их и получил света. В виде света, они были в виде света, не были телом. Спустились в воды озера Тикикака. Там попали в туннель, прошли по туннелю до сегодняшнего острова Солнца. Так называется сегодня. Раньше остров Солнца, который в Боливии, назывался остров Тикикака. Тикикака, точный перевод, что бы вам кто ни говорил, Тикикака переводится как Свинцовая гора. Все остальное броньер. Этот остров в 50-е, по-моему, годы был для туризма переименовалым в остров Солнца. Первый инки появился там. Я его обслевывал весь законанно. Нашел плиты, которые, судя по всему, закрывают входы в туннель. Вот. И на вершине острова. И это очень интересно, потому что на самом деле все три или четыре легенды, говорящие о появлении инков на Земле, говорят об одном и том же. Они были сначала светом, а потом где-то в туннелях стали набирать вот эти вибрации, видимо, да, стали телом. То есть стали людьми. И еще одна интересная версия. Инки, после того, как они стали телом, людьми, они снова вошли в туннели. И с острова Солнца по туннелям дошли до Учуйковска. Учуйковска, там, где я живу, чуть ближе ко мне. Значит, отсюда минут 20 езды. Находится у Учуйковска. На вершине находятся руины. И считается, что они вышли там, в этих руинах, вышли из туннелей. А это, извините, Стики-Каки, это 400 километров. Со острова Солнца даже больше еще. Вот, по туннелям прошли они. Сейчас вот самое сложное, это пройти вот этот хребет, то есть подъем сам по себе. И потом только спуск почти, практически спуск. Вот эти все ступени были полигоналкой. Я говорю еще, когда можно было ходить, я их все прошел, посмотрел, осматривал тщательно, осмотрел все. Там еще сохранились участки с полигоналкой. Но я вам сейчас покажу там, где это возможно показать. Вот, допустим, вот здесь. Люди не обращают на это внимания. Ну, наверное, вон их, здесь есть, вон, вижу, я вижу. Остатки есть. Ну, остатки они есть. Внизу чуть больше этих остатков. Вот здесь вот. Вот эта стена вся полигональна. Их было две, коридор из двух стен, представляете? И, судя по всему, у него был потолок. В потолочные плиты я обнаружил бульян Тайтамбу. Там, где вы садились на поезд, в бульян Тайтамбу, потолочные плиты есть. Мы еще поедем в бульян Тайтамбу потом. Ну, и как их резали? То есть текло поверху и текло вот с той стороны. Вон еще три бирки. Два-три. Ну, в принципе, это можно выбить. Это понятно. Они просто уже от времени. На самом деле, это... Они были голоденькие. Они гладкие и идеальные. Насашки. Ловные. Я просто знаю, где эти места тоже есть. Могу потом показать. Еще сохранилось. Туда нельзя? Можно? Что-то не перешатывать. Понятно. Они были в той же растворе. Самый интересный человек, это все равно есть. Во этот раз календарь, в六, то же самое. Из level Primus Paul, вода, вокруг плепя, которому они давят, можно веровать неферная легальность. Не гор, но гр District? Ходжей, на Thinghamint. ну на вижу а вот заложено это уже сохранишься не разграбленная видимо вот вторая справа уже кто-то туда залезал а так вот эти все дырки это все за хранение то есть они хранили здесь своих людей это не имки про инков сейчас отдельно расскажу теперь смотрите мы обошли все музеи андрей жуков здесь был как раз артеолог он мне подсказку дал мы обошли очень огромное количество музеев искали не что иное как остатки инструментов или сами инструменты которыми обрабатывался камень что вы думаете но мы нашли ничего мы нашли просто шары и такие которым говорили они этим вот тоже сейчас рассказывали ничего нет ничего нету и это только посмеяться потому что специалисты говорят поэтому это нереально просто вот теперь смотрите еще один момент здесь везде где начинаются эти ступени гигантские ступени это означает только одно на вершинах где заканчиваются эти ступени стоят или стояли некие здания которые были священными теперь нам рассказывают что это дворец инки это это наблюдательный пункт это крепость и так далее ни о какой крепости сейчас вы увидите речь не идет причина очень простая многие эти кто что называется крепостями холм вот как этот камень полностью обнесенный полигоналкой и наверху ничего нет если его защищать ты стоишь открытый полностью поэтому когда говорят сексуоман это крепость там тоже человек встает его видно вот до сюда как он защищен там что за крепость это министерство культуры видимо всех странах хорошо обрабатывают умы вот и нам засорили действительно вот это нереальные истории дорога ведущий на вращение слышно течет вода река она умрет с сухим сезоном затихнет а то сезонная река сезон судя по всему раньше она была живая судя по канюну который она пробила то есть не сезон вот еще захоронение вообще разграбная может реставрация была на всем мире уровень воды понизился судя по всему это цикличные вот эти уходы воды и приходы воды она рано или поздно вернется судя по всему мужа ртина тикикаке не поедет там есть удивительные места столовые горы на которых стоят гигантские дольмены из полигональной вкладки и оттуда открывается вид на всей на всю долину и видно какой была тикикака видимо несколько тысяч лет назад она была гигантская и и до сих пор называют там море это видимо старое название море не озеро вот когда ты смотришь и тикикака как находится где-то вон там далеко-далеко 30 километров а здесь ее остатки перед тобой это все ровно один и тот же уровень для воды вот ты понимаешь что там что-то был другой там же до сих пор водится морской конек там вода соленая была но отчество интересное но и говорят что было землетрясение вся эта часть моря поднялась говорят но на такую высоту давно бы за время подъема она должно было испариться и опресневетельно откуда и доки еще соль была откуда идет подъем дополнение воды дополнение есть реки который впадает и выпадает сколько рек впадала столько и объем по объему воды и выходила из тики как я нас охранял и долгое время свое свой уровень но потом при появлении людей которым понадобились пастбище вода не отдадут а это он просто обнесен холм полигонал ничего за ним нету а по динам а вот под ним это будет интересно я хочу попозже найти соколов сокол может зависать на одном месте на одной точке по инструкции крыла такова он может против ветра встать висит выглядывая добыча потом камнем вниз из-за этого него называют сокол соколу колу на старое на старых языках означало солнце со колу сокола летящий вместе с солнцем вставал на месте человек вставать вставать скучно я сел здесь и только после этого построились там озеро наверху она когда-то вышла из берегов и это самое вот это на плод земли показ какая опасность от цели вот полигоналка я не вижу часть на вижу вот она полигоналка тоже не понятно для чего главное потому что ничего кроме скалы вы там не увидите но полигоналки есть один секрет вся эта цивилизация которая все это на бабаха здесь настроена она отличается одним смысловой нагрузкой смысловой эзотерической нагрузкой когда вы видите полигоналку в горах здесь это кого-то говорит здесь мы это наши места будьте осторожны не ходите во многих местах легенды говорят что стояли грозные идолы предупреждающие что это места богов дальше у них есть легенды шаманах которые это у нас по-русски это сибирское слово вошло сюда шаман на самом деле у них по-другому это все называлось но такой человек который мог общаться с богами и доносить весть от богов людям он находился посередине горы жилье было всегда посередине горы а божественные места как как гора знаменитая у древних греков олимп вот она же тоже была гора богов по сути вот то же самое здесь на эти горы были недоступны простому человеку единственный кто мог сюда входить общаться с богами это был шаман паку их называли паку вот никто другой не имел права и только через паку шла весь от богов людям люди могли донести свою кругу богам вот это вот это интересно близко дальше а где-то недавно смысл ушел или смотрел что под нашли это пещеру пытались зайти в пещеру и при входе в пещеру почувствовали что что-то мешает и невозможно зайти начинались какие-то изменения зрения не помню только где это происходило возможно что в этих пещерах у меня есть собственный опыт поэтому я подвел рассказывать про его почем а агронома я столкнулся не так очень-то давно та самая гора у чуйкостку малый пуп переводится спектр из которой появился первая индика выйдет в сервере пикапе по диннелям прошло почти 500 километров та самая гора у чуйкостка и мы поднимались на нее с одной женщиной она приехала из питера она работает в фирме который занимается установлением правильных энергий для других фирм не фэн-шуй но в этой фирме работают люди сверхчувствительные скажем так и она приехала и она хромоножка она всю жизнь осталась хромоногой вот она отстала от меня на горной тропе когда мы шли ку-чуйкостку где вышли первые индики из туннеля и там на этой тропе вот так иду иду все время загзагом все время вверх справа за голову уже в этот момент слышу крик женщины рома не смей там чужие нельзя не делай этого вот а я уже все я уже у меня на лбу фонарь я заношу туда голову и залез вот досюда только залез у меня вспышка произошла из глаз искры все покрылось мраком красивые точки такие папа поплыли повсюду я выплюнула меня оттуда из норы с моментами едва успел схватиться за куст который рос над шурфом чтобы не скатиться кубарем на следующий уровень вы смотрите наш канал вам нравится наши фильмы ставьте лайки обязательно пишите комментарии решите что улучшить наших фильмов как сделать наш канал более интересным и подписывайтесь на него чтобы ничего не пропустить всем привет